Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить». Сегодня мы подведем основные итоги уходящей Рязанской семидневки с ее официозом, криминалом, проблемами и праздниками. Другими словами, это будет обзор нескольких дней обычной жизни столицы области. От снарядов до пива полицейские этими днями были заняты весьма разнообразной работой. Течет вода, допить нельзя. Суд признал обоснованными претензии жителей поселка Турлатова по поводу качества питьевой воды. Они честно прошли ЕГЭ лучших выпускников этого со всех сторон трудного экзамена, чествовали руководители города. Начнем с испытания недели, которой уж никто и не знал, как закончиться. На этой неделе рязанское начальство устраивало торжественные приемы в честь отличников, которые прошли горнила единого госэкзамена и набрали максимальное или близкое к тому количество баллов. ЕГЭшные скандалы и разоблачения, которыми были битком набиты экзаменационные дни, до поры отложены, наступило время праздника. Понятно, что Единый в России провалился с треском и грохотом. Ответы в интернет выкладывались за пару дней до экзамена, а это значит, измена шла с самого верха. Опять отличились кавказские регионы, там списывали, как говорится, на широкую ногу, выкладывая в сеть, похваляясь умением мошенничать и плевать на закон. Врезание о скандалах со значей экзаменов не слышно. Если не считать компьютерного сбоя при подведении итогов по математике, тоже, конечно, малоприятно. Но есть у нас не только ловкачи. Многие, многие выпускники сдавали ЕГЭ честно, но на таких нервах, что и представить нельзя, особенно на фоне уже упомянутых скандалов. Кто старательно учился, а потом мозги ломал на экзаменах, принесли свои результаты в ВУЗы вместе с теми, кто махом скатал рассекреченные ответы. Формально результаты тех и других одинаковы. Вот вам и справедливость от российского Минобраза. Лучшие из лучших выпускников удостоились губернаторского приема, который проходил в зале торжеств регионального правительства. В 2013 году в Рязанской области 336 человек окончили школу золотой медалью. Из них 40 получили от главы региона памятный знак, благодарственные письма, подарки и горячие поздравления. Встреча прошла в правительстве Рязанской области. Учеба потребовала от вас серьезных усилий, кропотливого труда, и вы успешно справились с этим испытанием. Вы показали прекрасные результаты и золотые медали, достойная награда за ваши старания, свидетельство вашего таланта, целеустремленности. Особо отмечу, что вы не просто отлично учились, побеждали и становились призерами на предметных олимпиадах, в том числе общероссийского уровня. Кроме этого, вы принимали активное участие в общественной жизни, школы, города, поселка, села, отличались в творчестве и в спорте. Возможно, знания, далеко не всех предметов, изученных ребятами в школе, пригодятся им в дальнейшей жизни. Но вот достигнутые нелегким ученическим трудом умения активно и эффективно работать, добиваться результата и всегда двигаться вперед – вещь поистине бесценная. За каждым отличным аттестатом стоят не только ваши личные усилия, но и огромный труд ваших наставников, тех, кто шел рядом с вами все эти годы. Ваши педагоги учили вас не только предметом школьной программы, но и давали уроки гражданской ответственности, воспитывали у вас высокие нравственные качества. Уверен, что вы всегда будете помнить своих учителей, их внимательность, сердечность и заботу. Позади у вас труднейшие экзамены, впереди годы дальнейшей напряженной работы, учебы, смелых замыслов, реализации этих замыслов и удивительных открытий. Итак, получены путевки в жизнь, напутствие и пожелания. Впереди выпускников ждет много всего. Надеемся, лучшие годы и лучшие времена. Пожелаем ребятам удачи. От себя добавим. Хотелось бы, конечно, чтобы отличников и хорошистов было больше, чем юных начинающих мошенников, списавших ЕГЭ. Хотелось бы. Да вот правда жизни вносит коррективы. Во всяком случае, удачи вам, честные трудяги российского среднего образования. Совесть, груз тяжелый, но необходимый. Об этом надо помнить, и все будет нормально. На этой неделе в Рязанском государственном университете начала работу так называемая общественная площадка по обсуждению концепции единого школьного учебника истории. Напомним, идея его создания принадлежит президенту Владимиру Путину, а потому работа идет срочная. Высказанное пожелание главы государства облекается в научную оболочку по всей Руси Великой, участвуют в этом глобальном проекте и рязанские ученые-мужи. В Рязанском госуниверситете открывается научная площадка, посвященная обсуждению концепции преподавания истории в школах. Ректор Сергей Пупков в своей речи отметил, что у вуза имеется значительный научный потенциал, и с поставленной президентом задачей по написанию единого учебника истории профессорский состав успешно справится. Главный федеральный инспектор по Рязанской области Владимир Сарафанов в своем выступлении сообщил, что единый учебник истории поспособствует выработке моральных ценностей и сплочению граждан России. Историки остановились на так называемых спорных вопросах отечественной истории. По их мнению, настало время, чтобы исправить многоголосицу в умах у школьников и абитуриентов. С 1995 года к 2012-13 учебному году мы имеем следующую ситуацию. В настоящее время в прошедшем учебном году в федеральном комплекте, в федеральном перечне 74 номинования учебников по истории для основной общей школы, то есть 5-9 классы, и 35 наименований учебников истории для средней школы, то есть 10-11 классы, причем учебники как базового, так и профильного уровня. Понятно, в какой сложной ситуации оказываются учителя, которые стоят перед очень сложным выбором учебников адекватных возрасту учащихся, уровню подготовки учеников и прочим другим обстоятельствам. Рязанские историки также посетовали на недостаточную поддержку их начинаний со стороны местных властей. Для примера они привели издание книги про великого князя Олега Рязанского, которое никак не увидит широкого читателя. Кстати, один из трудных моментов, связанных с тем, кто будет утверждать концепцию преподавания отечественной истории, политики или историки, так и не прозвучал на нынешнем заседании. Кстати, по поводу проекта «Единого учебника истории» самое откровенное мнение высказал знаменитый режиссер, а также сопредседатель Народного фронта Станислав Говорухин. Во время дискуссии о концепции преподавания истории на недавнем заседании по случаю годовщинного создания Российского исторического общества Станислав Сергеевич взял, да и сказал, что в этом самом едином учебнике истории не стоит искать правды, и ее там не будет. У авторов не хватит духа написать о новейшей истории России честно. Не смогут они рассказать правдиво, как погиб СССР. Как написать, почему Крым, политый кровью советских людей, стал украинским. Куда девалась казачья граница, проходившая в горах и защищавшая от диковатых кавказских народов. Они не смогут объяснить детям, почему их родители нищие, те, которые честно работали и учились. Смогут ли дать честную оценку приватизации, сказал Говорухин. Тут, как говорится, без комментариев. Рязанские медики решали на этой неделе свои ученые вопросы. В медицинском университете прошло заседание Координационного совета по послевузовскому и дополнительному профобразованию. Ключевой темой на заседание Координационного совета по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию специалистов здравоохранения Центрального федерального округа стал кадровый вопрос. Несмотря на наличие в Рязани мед. университета, далеко не все больницы и поликлиники областью полностью обеспечены врачами нужных категорий. Тема данного совещания – это кадровые вопросы, подготовка специалистов для медицинской отрасли. Как раз эти вопросы все злободневные. В медицинской ведомстве идут серьезные реформы, и поэтому мы уже действительно специалисты, соответствующие духу времени, которые готовы работать, которые понимают создавшуюся общественно-политическую ситуацию в стране. Кадр решает все по вопросу подготовки врачей, вопросу закрепления врачей на местах, вопросу того, чтобы наши молодые специалисты, которые в отрасли готовят порядка 25 тысяч суммарно ежегодно, закреплялись там, где востребованы, не уходили из медицины и работали именно по той специальности, которую мы подготовим, по тому госзаказу, который есть. Сейчас действительно эта динамика стала более положительной, ребята остаются, устраиваются работы. Наша задача сейчас обсудить механизмы этого совершенства. Прежде всего, вот эти вопросы, поэтому обсуждаются, в том числе и социальные поддержки, различных программ, которые готовятся для специалистов на территории субъектов Российской Федерации, Центрального Федерального Украины. Также на заседании шла речь и о подготовке медицинских кадров в профильных вузах. Недавно вступил в силу новый федеральный закон об образовании, и собравшиеся обсуждали, как в нынешних условиях сохранить высокий уровень преподавания. Мы должны смотреть на ближайшую перспективу и увеличивать. Есть специальности, по которым еще мало. Неонатологи, врачи скорой медицинской помощи, врачи детской реанимации. Это те специальности, которые нам нужны. По некоторым специальностям нам, может быть, пока можно дышать спокойно. Но есть и специальности, по которым дефицит определяется еще. И хотя Координационный совет по послевузовскому профессиональному образованию орган совещательный, но, как утверждают его участники, все итоговые предложения по совершенствованию здравоохранения будут направлены в профильные медицинские вузы Центральной России. Вы смотрите информационно-аналитическую программу Рязанской телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Вот что будет во второй ее части. От снарядов до пива рязанские полицейские этими днями были заняты весьма разнообразной работой. Течет вода, да пить нельзя. Суд признал обоснованными претензии жителей поселка Турлатово по поводу качества питьевой воды. Стена за окном. Как застройщики перевращают Рязань в каменные джунгли. Продолжать программу хроника событий, в которых главными действующими лицами были рязанские полицейские и, так сказать, их оппоненты. Как раз в день начала Великой Отечественной войны рязанцы получили суровый привет из тех времен. В Скопинском районе рыбак обнаружил в реке целый ящик боеприпасов. Неожиданный улов, что и говорить. А потому начал рыболов спешно грести к берегу в сторону полиции. Позже, с глубины 4 метров, водолазы подняли 144 боеголовки 42-43 годов выпуска. Боеприпасы были снаряжены взрывчаткой и, разумеется, сильно проржавели. Водолазы все подняли, а доблестные омоновцы вывезли боеголовки в безопасное место и уничтожили. Не такой страшный, но, тем не менее, незаконный груз изымали рязанские полицейские этими теплыми вечерами. Правоохранители рейдовали по незаконному обороту алкоголя. Литраж получился немалый. Честно говоря, пивом в Рязани торгуют везде, где можно и нельзя. И особенно бойко по ночам. За 50 рублей вам продадут и бутылочку легкого, и баночку крепкого. А что делать? Многие киоски и так наладан дышат. На одних жвачках выручки не сделаешь. Вот и приходится закон нарушать. Им грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Статья 14.16, часть 3. Контекс с административным промышлением. А в настоящее время возбуждено административное производство? Изъято алкогольную продукцию? Да. Изъято 40 литров алкогольной продукции. Возбуждено административное производство. Дорожная полиция тоже по ночам не дремала, а кроме того устраивала тотальные проверки в выходные. Задерживали такие экземпляры, что остолбенеешь. Чего прикольно-то, а? Документы с собой есть? Документы есть с собой? А вот сотрудники регионального антинаркотического ведомства на днях корректно, но сурово вспороли надувной матрас у гостя города, жителя Санкт-Петербурга. Такое оперативное действие привело к ожидаемым результатам. По данным наркополицейских, матрасик был непростой, и данные эти подтвердились. Арестованному гражданину из северной столицы вменяется сбыт наркотиков в особо крупном размере, причем в составе организованной преступной группы. За этой формулировкой отсвечивает немалый срок – от 15 до 20 лет лишения свободы. Просветительскую беседу с участием прессы провели рязанские АБЭПовцы. Дело в том, что по Рязани и районам области гуляют весьма многочисленные копии как наших, так и иноземных денег. Изготавливают их при помощи высоких технологий, используя типографское оборудование. Объектом атаки сбытчики фальшивок чаще всего избирают небольшие магазины, кафешки и рыночные палатки. Там работает народ большей частью доверчивый, да делаем занятое, потому сличать и сравнивать купюры у него времени нет. Вот и попадаются продавцы и кассиры почем зря. Мы обращаем внимание на то, что необходимо при любой попытке вброса данной денежной купюры вплоть на оптово-розничные сети, на автозаправочные станции, а также на иных объектах представлять данную информацию в полицию непосредственно. Надо добавить, что если вам всучили-таки подделку, стремиться так же поступить с другими согражданами не стоит, а то и сами пойдете по 186-й статье за сбыт фальшивых денег. А это пострашнее личных финансовых потерь. Не удалось без юридического вмешательства решить свои насущные проблемы жителям поселка Турлатова. Они, словно туареги, в пустыне до сих пор продолжают вести ежедневную борьбу за питьевую воду. Нет, влага-то в поселке есть, но пить ее эксперты не очень рекомендуют. В прямом смысле слова, мутная водица течет из крана. Дошло дело до суда, и, о чудо, жителям удалось его выиграть. На свою воду жители Турлатова жалуются уже много лет. Желтую муть с неприятным запахом многократно проверяли, исследовали и резюмировали. Вода непригодна, ни для каких целей. В этом убедились и мы, приехав в поселок в очередной раз. Видно, что она желтая уже. Вот она постояла у меня сутки. Жительница поселка Тамара Наумичева неоднократно просила местные власти решить их проблему. Но после проверок ничего не изменилось. То, что вода низкого качества, видно невооруженным глазом. 14 мая приезжали, брали воду с Роспотребнадзора, значит, на анализ. Сейчас начальник Мубжика Турлатова приютен, Михаил Максим Александрович, говорит, о, вода-то чистая, течет. Я говорю, ну она вроде так вот чистая, она цвет, а вы понюхайте. И вот лаборант или врач была, кто она так, ой, второй раз. Я говорю, вот так. А при нагревании она вообще меняет цвет, она становится желтая. Я ей налила в кастрюлю воды, поставила на газ, и она буквально за три минуты при нагревании она приобрела желтый цвет. Вот даже ярче, чем мы как бы. Вот такая у нас вода. После бесчисленных мытарств по всевозможным инстанциям женщина обратилась в общество защиты прав потребителей. В общем, был подан иск в суд. И судья, соответственно, вынесло решение выплатить моральный вред данным лицам, которые обратились в нашу организацию. А самое главное, это привести в норму воду, которая поставляется данным муниципальным предприятием в соответствии с нормами СНИПа по качеству питьевой воды. Дело выиграно, и остается надеяться, что решение вступит в законную силу уже в ближайшее время. А это значит, что, возможно, Тамара Николаевна добьется чистой воды для своей семьи и всего Турлатова. Решение суда вынесли, что в нашу пользу моральный ущерб нам разместить. Но пока еще решение суда не вступило в силу, они хотят его протестовать, вроде как обжаловать. Не знаю, что будет. А вообще с чего началось? Вода давно испортилась? Вода у нас до этого была ржавая, но она в то время не воняла. У нее нет, не было такого запаха неприятного. А вот когда запустили у нас эти новые скважины артезианские, тогда у нас пошла вот эта проблема. Вот их в мае восьмого года, или в июне восьмого года запустили. И вот где-то с девятого года, с начала года, там или как, я уж сейчас не помню точно, пошла у нас вот такая вонючая вода. В сторону районного суда поворачивает и дорога жителей дома по улице вокзальной. Предваряя сюжет отметим, уже несколько репортажей сняли наши авторы на тему «Стенка на стенку». И речь идет не о боях без правил, а о некоторых принципах строительства жилых домов в областном центре. Жители с тревогой смотрят на стройки, которые растут и ширятся буквально у них под окнами, а потом уныло взирают на поднявшиеся впритык стены, закрывающие красное солнышко навеки вечные. По непроверенным данным, в Рязани существует негласное правило. Начатые стройки жилых домов не прекращать. Так что, кто успел, тот и съел. А если учитывать, что многие депутаты городской думы являются руководителями крупных строительных организаций, то понятно, что разрешения на такие тесные пространственные отношения между домами пробиваются без особого труда. Жители дома по адресу вокзальная 7 протестуют против строительства напротив них высотки уже несколько лет. Дело в том, что еще пять лет назад, когда на стройплощадку только-только пришли строители, они успокаивали жильцов, что будущее офисное здание не превысит и трех этажей. Однако шло время, но высота стройки лишь увеличивалась. Уже сейчас здание шестиэтажное, и причем строители явно не собираются останавливаться на достигнутом. Жильцы недовольны, ведь из своих окон они теперь видят лишь глухую кирпичную стену. Два стояка, два стояка у нас выходят, окна все выходят только на это здание. И в квартирах теперь темно у нас. У нас темно, у нас это стена перед окнами. То есть у нас нарушено все. И световая инсонация, как называется, да, инсонация нарушена. И нарушена у нас и психологически это плохо влияет на организм. Представляете, мы все выходим, все с утра до вечера мы видим эту стену перед своими окнами. Тюрьма. Это, да, нас просто замуровали. Жители дома по вокзальной 7 писали коллективные письма в различные инстанции. Пока нужного результата они не принесли. Ответ был такой, что это частая собственность, что хотим, то и делаем. Вопрос у нас, нарушают они какие-то нормы нашего человеческого общежития или нет? Вот это самый главный вопрос. По-моему, нарушают. Нарушение норм освещенности жилых домов довольно распространенный вид городостроительного нарушения в Рязани. К этому приводит никем не контролируемая, так называемая, точечная застройка. А то, что меры по ограничению плотности застройки не действуют в Рязани, простых горожан уже мало удивляет. В городской думе чуть ли не половина депутатов так или иначе связана со строительным сектором. Отсюда и мощное профильное лобби. Впрочем, жильцы дома на вокзальной семь не отчаиваются. Они собираются и дальше добиваться своего права видеть и закон солнечный свет, а не глухую кирпичную стену. Напомним, буквально на днях в какой-то степени разрешился конфликт со строительством в московском округе спорткомплекса с бассейном. По документам должен был возводиться именно он. А фактически на глазах изумленных жителей, которые уже готовы были покупать абонементы, чтобы поплавать, понырять в новеньком бассейне, здание обретало характерные черты банального торгового центра. Потребовалось вмешательство губернатора, чтобы как-то разрулить ситуацию. По нашим данным, фирмой, проворачивающей этакий строительный фокус, руководил как раз один из гордумбцев. Теперь о людях хороших. Несколько рязанских врачей в этом году стали победителями всероссийского профессионального конкурса. О некоторых из них в следующем репортаже. Александр Григорьевич Безнощенко работает врачом в отделении для онкобольных детей и подростков в Канищевской детской областной клинической больнице уже 20 лет. За это время на его счету сотни спасенных детских жизней. В нынешнем году он в числе пяти рязанских специалистов стал победителем всероссийского конкурса среди врачей. Скажем так, ну вообще, то есть онкология как у всех обычных людей вызывает испуг, страх, бессилие. То, что касается детской онкологии, здесь как раз вот приставка детская, она вызывает достаточно весомый оптимизм, и он реальный оптимизм, потому что большинство все-таки детей, несмотря на то, что заболевание тяжелое, все-таки выздоравливают, избавляются от опухолевых заболеваний. Еще одним победителем всероссийского конкурса среди врачей стала заведующая хирургическим отделением все той же Канищевской детской областной больницы Любовь Клипова. Конечно, для каждого врача, вообще для специалиста любого профиля важна оценка своих коллег. Вот как по тебе отзываются, как тебя они представляют, то, конечно, это, в общем-то, и позволяет повысить свою саму оценку, ну и, в общем-то, сделать какие-то выводы, насколько ты состоялся в своей профессии. Секрет успеха, по словам обоих специалистов, довольно прост. Трудиться, не щадя своих сил. Это вообще колоссальная работа, это огромный, значит, объем вот этого времени, жизненного, тебе отведенного, на то, что ты затрачиваешь ее на свою профессию. То есть, я бы сказала так, что человек, который хочет чего-то достичь в любой профессии, он должен много трудиться, должен много работать. тяжело ли, да, сейчас уровень медицины, конечно, предъявляет очень серьезные требования, как чисто теоретическим знаниям, да, к той базе, которую должен иметь специалист, так и психологическим моментом, потому что, что скрывать, что в современных условиях достаточно тяжело, это работа, это работа психологически, и, может быть, здесь небольшой недостаток, скажем так, общества, что на данный момент врачи, так же, как и учителя, так же, как и, скажем так, теперь уже полиция, то есть, те, скажем так, сферы влияния, которые раньше в Советском Союзе были неприкосновенные, да, и имели большой авторитет, здесь вот в настоящее время имеется слабое место. По условиям конкурса лучшие рязанские доктора должны вместе с почетными грамотами получить и денежные призы. Однако, как говорят сами врачи, на работу в больницу они пришли не за деньгами, а для того, чтобы помогать своим маленьким пациентам. И самые лучшие и начинающие врачи в один голос утверждают профилактика лучше лечения, а лучшая профилактика это спорт или, по крайней мере, утренняя зарядка. Вот такую общегородскую зарядку провели в Рязани на площади Победы. Вот уже пятый год на площади Победы проходит утренняя зарядка, посвященная Дню молодежи. Марафон здоровья с каждым разом собирает все больше и больше людей. Поучаствовать в нем может каждый желающий и случайный прохожий. По правде говоря, ведь сотен людей, синхронно занимающихся утренней зарядкой, дух захватывает. Организатором массовой зарядки стало Министерство молодежной политики и физической культуры Рязанской области. В этом году марафон здоровья посвящен Олимпийскому движению. В тот же день, сразу после такой глобальной рязанской зарядки, спортсмены и волонтеры всего региона отправились на универсиаду в Казань. Этот год для России, для молодежи России, он особенный, потому что в июле этого года в Казани состоится универсиада, где будут молодые люди всех стран показывать, на что они способны в спорте. И Рязанская область тоже готовится к этому событию. 50 волонтеров поедут в Казань для того, чтобы помогать в работе этого большого спортивного форума. Мы их приветствуем. Остается только добавить, занимайтесь спортом, дорогие друзья, ведь в этом нет ничего плохого, кроме хорошего. На сегодня все. Хорошей всем погоды, здоровья, удачи и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова